добрый вечер друзья вечерний вопрос на нашем канале слышал что в америке почтовые марки пользуются большим спросом они нужны всем и всегда причем в небольшом магазине можно спокойно заплатить или получить сдачу марками это как бы те же деньги везде ли так и жива ли традиция еще несколько вопросов про деньги чисто из любопытства последнее время много разговоров про максимальный номинал купюр в европе собираются отменить купюру 500 евро по большей части вращающиеся в испании по понятным причинам а мне непонятно но я даже не знаю что там и за пределами и с той же россии при этом существует купюра в 1000 швейцарских франков около 1000 долларов что пишет и никто не собирается ее трогать а в британии максимальная купюра вообще 50 фунтов меньше 70 долларов правда две последние страны очень активно обновляют дизайн купюр и старые серии принимают к обмену только в своих крупных банках так что иностранцам не выгодно и потому что неудобно на скорей чем не выгодно хорошо сша периодически возникают вопросы про восстановление старой купюры хотя бы 500 долларов или новый в 200 но федерал резерв решительно отметает подобное недавно совершенно случайно узнал про севингс бонус выпускаемые еще со времен второй мировой в бумажном виде как деньги причем и сегодня их можно электронно купить и затем окешать в банке там есть разные номиналы в том числе 200 500 1000 и 5000 работали ли вы с бондами и насколько они популярны среди обычных американцев не занимающихся напрямую биржевыми делами это бонды на предъявителя или строго именные электрон это понятно а может ли иностранец получить себе бонды бумажном виде зачем вот он спрашивается это не я это вот зачем а что было люблю осязаемые ценности спасибо антон город москва я знаете это припоминаю давайте поеду пока заведусь бабушка моя поскольку она рождение было 1899 года во время революции вот ей как раз там 18 лет было 17 18 и вот вся эта гражданская война жила она в городе кременчуге значит это полтавской области нынешней и соответственно перед ее глазами вот прошла вся гражданская и кого там только не было и немцы приходили и бандит всевозможные и такие более крупные бандиты там типа вот большевиков того чем многие издавали свою валюту и вот я помню рассказывать там керенки там а я как-то мерили там по метрам на длину как-то их так вот отрезали а еще до революции были значит катеньки а 100 рублевочки и вот народ там тогда их по чуланам по носкам по подвалам вот я к чему рассказываю что вот тут нам говорят последняя фраза была такая осязаемая любит до люблю осязаемые ценности вот представляете какая сегодня ценность там 100 рублевые купюры российской империи я думаю что она даже как нумизматическая такая как бы уже не стоит даже близко того что когда-то стоил поэтому что тут сказать давайте про купюры начнем значит самая крупная купюра на сегодня из того что издается публикует как печатается значит это 100 долларов сша было время было время когда было и 500 и 1000 и 2000 и 5000 и даже 100 тысяч это было и они где-то наверное тоже есть то есть вряд ли их уничтожили знаете тоже будет деньги уничтожить вот и они если кто-то придется этой купюры то наверное ее возьмут то есть я думаю что она вполне действительно а может быть их уже давно там где-то обменяли на более мелкие я сейчас не знаю но по идее федерал резерв заказывает сколько-то купюр некоторые вот говорят а чего вдруг перестали делать двухдолларовые купюры их не перестали делать их не вывели из обращения вот могу сказать что каждый раз когда в лос-анджелес приезжаю где-то мне попадается купюра в 2 доллара почему-то их там много ходит но даже говорят некоторые удачи приносит но просто их заказывают редко то есть видел резерв заказывает значит напечатать сколько-то денег вот таких купюров таких купюров таких купюров и они как бы свои соображения имеют почему такие какие купюры для чего нужны я уже не говорю о том что сейчас все меньше и меньше оборота бумажных денег таких зеленых как когда green money есть такой есть такая формулировка green money вот значит очень много транзакций сейчас таких онлайновых там с карточки там и так далее ну тем не менее там специалисты которые рассчитывают необходимую денежную массу они заодно уже подсчитывают в каких купюрах это денежная масса должна там существовать такой чисто технический вопрос да значит теперь про бонды про бонды смыть до насчет почтовых марок давайте там было почтовые марки я честно сказать не застал такого времени когда почтовые марки могли дать сдачу или например принимали бы вместо денег то есть я не только не застал вот за последние там 25 26 лет но и не слышал чтобы когда-то такое было может там не знаю во времена пионеров там американки вот сейчас что-то такое не видать марки вообще вы можете пойти конечно и купить марки но либо в отделении связи обычно редко там покупают в любом магазине побольше про маленькие не скажу но в магазине побольше на кассе вот вы когда рассчитываетесь там за что-то вы можете сказать дайте мне еще марок и вам дадут они такими или книжечками или такими роликами скручены там там приобретаются есть знаете что еще есть такие системы как для людей которые отправляют посылки периодически особенно в офисах вот у нас было одно время машинка я уже не помню чем там как ее использовали когда мы страхованием занимались мы часто отправляли конверты со страховым полисом вот там как с какими такими документами вот и у нас была такая машинка и эта машинка была при собачены к какому-то счету нашему где там деньги лежали вот и по мере того как мы начали машинки взвешивали нажимали кнопочку и она распечатывала такую ну как бы марочку на такую электронную вот мы ее приляпывали на конверт приклеивали и дальше раз в месяц мы рассчитывались с почтовым офисом вот с этими весами и с этим аккаунтом то есть у нас у нас были деньги при почтовом офисе я уже не помню точно как этот аккаунт был организован но во всяком случае вот машинка электронно была подключена и и фактически вместо марок а просто распечатывала на бумажечке и снимала деньги со счета в банке вот такие вещи тоже есть но гражданам это не нужно а там те кто периодически это делают там же еще тонкость в том что ты не знаешь сколько марок наклеить вот если ты шлешь какую-то ну бандерольку маленькую ли там большой конверт а в нем там что-то лежит и ты и ты не знаешь сколько положить письмо понятно а вот когда вес какой-то поэтому очень удобно иметь такую машинку она тебе сразу сказала сколько иначе ты рискуешь во-первых не доплатить тогда тебя вернут твою посылочку и скажет не оплачено либо ты рискуешь переплатить там и в двое и в трое и в десятеро если ты не знаешь сколько клеить этих марок оклеишь так сразу наобум поэтому выгодно иметь такую штуку ну или если это редко очень бывает значит идешь на почтовый выписк тебе там отправляют так это мы про марки про бонды бонды это все-таки такой элемент как бы инвестирование вот вы можете взять и подарить ребенку скажем золотую монетку и золотая монета так в силу того что инфляция присутствует и какие-то еще причины вот она растет в цене например вот вырос там внучок а смотри золотая монетка уже там можно пойти купить там если не весь автомобиль то скажем половину вот с той монетки если вы ему подарили пять монеток так он уже может и машину автомобильчик прикупить вот сегодня если а монетка всего вроде там одна унция золото и написано не один доллар вот бонды это другой такой способ инвестирования когда бонды выпускают они говорят вот бонд на 20 лет бывают именные бывают на предъявитель это это по-всякому бывает как хочешь может это на нем написано через 20 лет да ты можешь прийти и обменять его на написано 200 долларов вот на нем теперь вопрос только в том за какую сумму я его куплю для того чтобы через 20 лет получить 200 долларов допустим я его покупаю там за не знаю там за 100 понятно что я купю покупаю сегодня дешевле с чем я сравниваю цену бонды вообще как бы сколько стоит бонд вот сколько стоит бумажка которая через 20 лет дает 200 долларов вот сколько она сегодня стоит реально мы сравниваем с тем сколько банки платят за там чекинг ну сэвинг да за сэвинг аккаунт если банки вам дают допустим 4 процента я я точно там не не подсчитывал но грубо если вам банки дают 4 процента то вы думаете это примерно эквивалент вот удвоение денег там за 20 лет на самом деле чтобы более точно за есть такая формула 72 надо разделить на кать на процент скажем если мы 72 разделим на 4 процента то мы получим 18 лет то есть через 18 лет удвоится эта сумма и мы говорим ну хорошо значит грубо если банк платит 4 процента то я тогда бонд могу взять вот там за 100 долларов имея ввиду что через 20 лет он мне даст 200 теперь смотрите что произошло я купил бонд за 100 долларов когда интерес был 4 процента а потом прошел год ну а пол ну допустим вот и банки платят уже пять процентов мама родная а мой то дает 4 теперь если я хочу его продать сколько стоит мой бонд сегодня ну если банки дают 5 процентов соответственно деньги уже удваиваются там до 72 поделить на 5 там 14 небольшим лет не 18 соответственно он меньше стоит уже понимаете вот когда хорошо покупать бонд если вы хотите как-то инвестировать дорожить хорошо покупать бон когда вы ожидаете что сейчас начнет снижаться интерес допустим вы купили бонд там когда было 7 процентов бывает так тоже допустим было 7 процентов вы купили бонд проходит как начинает интересно снижаться 6 половиной шесть пять с половиной пять вот было время до когда рецессия начинается вот так вниз идет интерес соответственно цена бонда растет 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 поэтому люди которые инвестициями занимаются они когда хотят защититься от того что снижается интересно то есть экономика идет вниз соответственно снижается интерес чтобы подбудрить экономику соответственно они пока не покупают бонды вот на этот случай да когда интерес идет вниз когда интерес идет вверх бонд теряет свою продажную стоимость сию секундную вот если вы хотите сегодня его продать то он сегодня стоит дешевле через 20 лет безусловно вы придете его продадите и получите свои 200 долларов вопрос в том что может быть выгоднее было его через год продать и купить другой какой день знаю там свои тонкости но во всяком случае то что нам номинал номинал который на нем написан и срок который там определено вы можете прийти деньги железно получить насколько это осязаемая вещь даже не знаю ну нет но безусловно можно получить бумажечку такую и она вот на ней что-то написано это облигация да то есть вот в советском союзе были облигации трехпроцентного займа вот они по три процента кидалово то еще было но не суть значит это может быть не такое кидалово это тоже облигации облигации обязательства облигация в переводе на русский язык это обязательство что еще сказать вот сейчас мы прямо вот сегодня мы находимся в очень интересном таком периоде экономическом когда федерал резерв бэнк все время говорит сейчас мы вам блин рейд да интерес базовый повышать будем что-то очень уж низко там все действительно сказочно низко течение очень продолжительного времени очень потрясающе но это надо повышать надо повышать сегодня что ли с утра значит там дискуссия была пришли к мы они вот там большие люди сказали что в принципе у нас достигнуто состояние то что называется full employment то есть ну как бы есть безработица там около пяти процентов но они как бы говорят ну а меньше то где как люди теряют работу люди там переучиваются еще что то то есть это как бы естественно состояние я помню время когда безработица было процента 3 это был такой жор на людей этот этот это просто катастрофа была насколько не хватало людей это три процента безработица вот они говорят ну 5 нормально раньше нормальным считали бы может быть 4 так вот я бы сказал лет 10 назад но вот сейчас они говорят 5 это full employment то есть не то чтобы кто-то там сильно хотел и не может в общем полно работы в этом есть некоторая опасность посмотрите опасность состоит в том что когда у тебя людей больше нет чтобы их нанимать а люди нужны начинается борьба за человека борьба за человека связано с тем что начинаешь ему больше предлагать денег но если некого нанять ты начинаешь вести что есть начинаешь им предлагать больше соответственно за ту же самую работу люди получают большие деньги и простым языком это и называется инфляцией вот пошла инфляция они не хотят инфляции точнее они говорят что до 2 процентов они нормально относятся после двух они уже не нормально так вот а сейчас последние годы инфляции вообще там ну если не вообще на нуле не на полном нуле ну то есть ну совсем какая-то смешная там до процента 0 8 так совсем маленько и теперь мы про бонды же говорим на значит каждые два месяца этот фед собирается они же не просто собираются у них там еще разговор идет один сказал другой сказал и вот инвесторы особенно те что с бондами они внимательно слушают каждое слово потому что они пытаются понять тренд до куда куда идет какую сторону ее то есть вроде бы мы все понимаем что должны потихонечку повышать интерес что такое повышать интерес это значит что бонды теряют свою студенцию цену теперь брэкзит приключился приключился брэкзит и мы говорим нет ребята что-то тут непонятно вообще насколько там как бы не возникло угрозы нашей экономики не будем пока поднимать интерес потом говорят а в китае это застой да говорят как бы по нам не ударило не будем пока повышать интерес что там из последнего вот нефть да тут непонятно чего сейчас вроде там цена снижается лето скоро закончится а летом повышенный спрос на бензин соединенных штатах потому что люди путешествуют значит а запасы вдруг оказалось что запасы как-то стали пополняться в районе снижались снижались нефть так подросла а сейчас они перестали снижаться и нефть значит опять его там вот сегодня американская WTI была там что-то 40 долларов с копеечкой меньше 41 значит и вот они смотрят сравнивают анализируют потому что раз в два месяца им надо собраться и сказать что они делают и вот они боятся они боятся с одной стороны дать экономике уйти в инфляцию то есть не поднять вовремя боятся хотя это не такая страшная штука это всегда можно потом накинуть это не не бог весть там какой риск вот с другой стороны они боятся поднять интерес и задавить развитие экономики немножко да и и и загнать ее в рецессию и тоже есть такой риск и вот они сравнивают взвешивают там и так далее и самые беспокойные люди сегодня вот пока мы с вами разговариваем но так и последние там месяцы до его наверно с какие-то месяцы после это вот как раз те кто занимается бондами фонды которые инвестируют в бонды есть очень много фондов которые только в бонды и инвестируют поэтому что тут сказать это очень интересное дело вот ну вопрос то был как люди которые не инвесторы что они с этим делать люди которые не инвесторы у них проще жизнь они говорят себе вот я там допустим у меня есть там ребенок родился да смотри вот родился ребенок пойду сейчас куплю на 1000 долларов там этих бондов и когда ребенку будет 20 лет у него будет 2000 долларов вот например мысль о том во что превратятся 2000 долларов через 20 лет его данный момент не беспокоит он он понимает 2000 долларов через 20 лет примерно так же как если бы ты были 2000 долларов сегодня иначе бы он не стал этого делать вот скорее всего бы не стал вот знаете что тут солнышко у меня сзади давайте переверну камеру да правильная правильный поэтому один купит бонды не понимая зачем он это сделал другой купит монетку золотую или серебряную монетку или там 10 серебряных монетка они дешевые вот так красивенькая вот там ребеночку лежит там на 20 лет бонд а монетка серебряная она значит флуктуирует вместе с маркетом и так далее а некоторые кладут детям деньги на такой учебный фонд такой колледж фонд есть такой 529 план там и так далее и кладут им туда денежку и когда пойдет ребенок там в университет а у него денежка есть по-разному вот насчет того чтобы в руках подержать я думаю что может быть интереснее было бы в руках подержать катеньки керенки советские червонцы там тех лет и так далее потому что они в цене мне кажется только растут в такой нумизматической коллекционный вот может быть может быть такие лучше и вообще коллекция хорошо а бонды я не знаю но может кому хочется конечно пожалуйста я я не отговариваю такая вот история счастлива